Батюшки! Ну наконец-то ты пришел! Все заждались уже, одного тебя ждем! Давай, давай, заходи, присаживайся, расталкивай себе место возле дворфов. Собственно, мы тут сегодня собрались, дабы провести первое занятие по курсу фэнтези для чайников. Да, тебе не послышалось, будем с вами разбираться по порядочку со всей этой фэнтезей. Потому, хватай перо, чернила и пергамент, сегодня мы обсудим, так сказать, основы основ. Разберемся по порядочку с тем, какое ж вообще фэнтези бывает. Готов? Служишь внимательно? Ну, значит, приступаем. Начнем, собственно, с наиболее старого и в то же время наиболее популярного типа фэнтези. Встречайте, его величество эпическое фэнтези. Тут, собственно, все просто. Это фэнтези, произведения которой отличаются большим масштабом сюжетных событий. В произведениях, написанных в стиле эпического фэнтези, обычно описывается продолжительная борьба героев с могущественным врагом, стоящим на стороне, разумеется, зла, и обладающим сверхъестественными силами. Это зачастую. События таких произведений затрагивают весь описываемый фантастический мир, где происходят масштабные войны, катаклизмы, а в задачу героев входит спасение всего мира или хотя бы значительные его части. Проще говоря, что правильно, ну, тот же самый Властелин колец. Не догадается, только ленивый. В общем, да, для того, чтобы определить пойманную вами фэнтезю как эпическую, достаточно приглядеться к лапкам, точнее, к главным героям произведения. По классике, в эпическом фэнтези эти самые герои очень четко определяются как вот эти вот хорошие парни. И вот те вот злобные засранцы, что собираются всех убивать, обижать, кромсать и пытать. Тут все понятненько, да? Ну ты парень ведь смышленый. Я уверен, что понял. И потому мы перейдем к следующему типу, который мной любим, и он, зараза, прекрасен. Я о таком подвиде, как низкое фэнтези. Низким называют фэнтези, в котором фантастические события происходят в мире, который довольно сильно похож на наш. В мире низкого фэнтези люди зачастую не верят в магию, и события произведения считаются невозможным чудом. Потому в таком фэнтези человеки зачастую жуть как боятся всяких там драконов, оживших мертвецов и прочей нечисти. Что еще важно для низкого фэнтези, тут нет прям вот четкого разделения на плохих и хороших. Правит балом тут серая мораль. Твой любимый герой низкого фэнтези может оказаться неожиданно так вот, да, убийцей, вором или прочим нехорошим человеком. Так что привязывайся к персонажу аккуратно. Вот, с этим разобрались. Так, стемнело что-то на дворе. Хе, ну да, логичненько, ведь у нас время темного фэнтези. Традиционно темное фэнтези строится по классическим фэнтезийным канонам. Но, в отличие от классического, где основу сюжета составляет борьба добра со злом, в темном фэнтези зло уже победило. И его проявления воспринимаются как дело обычное. Положительные герои ведут борьбу только за то, чтобы их мир окончательно не стал адом. Основной идеей жанра часто можно назвать противостояние малого и большого зла. Авторы книг в таком жанре буквально шокируют читателя, выписанной с особенным старанием атмосферой гнетущего мрака и полной безнадежности. В общем, мрак, тоска и безнадега. Это вам не эти ваши радужные пони. Тут все сурово. Классический пример литературы в жанре темного фэнтези – это, разумеется, цикл «Черный отряд» американского писателя Глена Кука. Настоятельно рекомендую. Но не будем задерживаться и продолжим ковыряться в поджанрах. Кто тут у нас следующий? Ага, вот. Историческое фэнтези. Этот поджанр тесно связан с альтернативной историей. Действия обычно происходят в прошлом, на фоне известных исторических мест, событий или эпох. Но с добавлением таких элементов фэнтези, как магия или мифологические существа. Жанр, конечно, имеет право на жизнь. Ну, в принципе, да вообще любой жанр имеет право на жизнь. Но если тебя интересует мое мнение, что маловероятно. Но какая, блин, разница, таверн-то моя, что хочу, то и говорю. В общем, да. Историческое фэнтези не люблю, не ценю, не уважаю. В историческом фэнтези отметился даже пан Андрей Сапковский с сагой о Рейниване. Так что, если жанр тебе интересен, или хотя бы немножко заинтересовал, вот да, можешь ознакомиться. А мы пока перейдем к жанру, который так горячо любим барышнями. И это про городское фэнтези. Это фэнтези, где действие разворачивается в современном городе или городе средневековом, и где город играет существенную роль в сюжете и атмосфере произведения. Для примера, ну, допустим, Тайный город Вадима Панова. Или Ночной дозор Лукьяненко. Или даже, господи, упаси сумерки. Да-да, я про те самые там, где эти страдающие вампиры. Ну, а пока я на солнце не начал блестеть, как они, давайте-ка перейдем к нашему следующему объекту знакомства. Так, вот, смотри. Героическое фэнтези. Или в простонародье фэнтези про крутого парня. С крутой палкой. Ключевая особенность жанра состоит в том, что повествование строится вокруг подчеркнутого героического персонажа. От эпического фэнтези героическое, как правило, отличается меньшим масштабом событий. А главный герой не спасает весь мир, а скорее занимается своими делами, попутно совершая подвиги. Ярчайший представитель этого дела, ну, разумеется, несравненный Конан Варвар. Вот это я, конечно, сказал, вот это ты не ожидал. Да ладно, это было просто. Но давай продолжим. Что это туточки у меня? А вот, очень неоднозначная штука, которую называют технофэнтези или научная фэнтези. Этот поджанр описывает миры, в которых технологические достижения соседствуют с магией. Наука и волшебство тесно переплетены и взаимодействуют между собой, и зачастую противостоят друг другу. Да, эта штукенция уж очень подозрительно пахнет дизелем, паром. Кто понял, тот понял. А кто не понял, на что я намекаю, тот обязательно должен появиться на следующих занятиях по фэнтези для чайников. Ты ведь хочешь шарить за фэнтезю? Ну так не пропускай занятия, а сейчас не отвлекайся и слушай дальше. Ироническое или комедийное фэнтези. Тут и без микроскопа понятно, что это за тварюк-то такая. Понятно дело, что представители данного жанра это произведения, которые имеют юмористическое содержание и тон, а чаще всего и вовсе носят иронический пародийный характер, призванный высмеять фэнтезийные штампы. Великий Терри Пратчетт в этой штуке шарит. Он великолепен. Ну давай-ка поторопимся, а то вижу, вы уже устали маленько. Гляди-ка сюда. Бэнксианское фэнтези. Не слыхал о таком? А оно есть. Собственно, это поджанр про мертвяков, так сказать. То есть в такой фэнтези основные события начинаются только после смерти главного героя. А сам он либо попадает в иной мир, либо существует в иной форме. Например, призраком или духом, или еще какой бесовщиной. Ну и конечно, также еще существуют всякие подвиды фэнтези, которые основаны на так называемой... Да, на национальном признаке. Вот. Тут вам и славянская фэнтези с нашими родненькими, змеями-горынычами, кощами-бессмертными и прочими василисами. Китайская фэнтезиа со всякими их там боевыми искусствами и теми самыми отвратными драконами. Японская фэнтезиа с девочками-волшебницами и прочими тентаклями. Ну и всякое там еще христианское, эротическое, детское и прочее непотребство, на которых не стоит, на мой взгляд, делать какого-либо акцента. Потому как и так понятненько, что они из себя представляют. Ну и в общем, да, вот такие-то дела, дружище. Если хочешь прокачиваться в магии, фэнтези и всей вот этой вот штуке, то обязательно подписывайся на канал. У нас тут много всякой крутоты. И выпивка недурная. А если тебе нравится наш проект и ты можешь его поддержать, то жми на кнопку «Спонсировать». Этим ты поможешь нашему каналу и остальным проектам в соцсетях расти и развиваться. Ну а на этом все. Спасибо, что заглянул в фэнтези-таверну. Совсем скоро тебя ожидает новый урок. Так что следи за лентой подписки и не пропускай. А я буду готовиться проверять ваши конспекты, господа. Надеюсь, ничего не упустили, потому что в конце года вас ожидает экзамен. Я учитель строгий, со мной шутки не шути. Ну в общем, да. Не забывай там лайки кидать, на канал подписываться, в колокольчик ударять и все дела. А я откланиваюсь и прощаюсь. До очень скорой встречи в фэнтези-таверне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!